Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи и профессиональные художники. Судя по вашим работам, которые вы нам присылаете, мы уже видим, как разрастается наша техника, Blight & Socks, Art Technologies, и как вы становитесь прямо от работы к работе уже состоявшимися, как сказать, ну, очень хорошими студентами. Уже можно сказать, что вы уже как бы в этой технике обладаете почти всеми знаниями, которые достаточны для того, чтобы начать писать свои собственные работы. По крайней мере, мы с каждым днем все больше и больше радуемся, когда мы получаем такие прекрасные работы, которые вы нам посылаете. Конечно, мы найдем там ошибки, как и в своих работах мы находим ошибки, но судя по тому, как вы трудитесь и даже иногда делаете такие красивейшие работы, и что мы прямо вот показываем другим людям, другим художникам и хвалимся, как наши студенты могут онлайн вдалеке от нас брать эти все знания. Поэтому продолжаем дальше трудиться, но не забывайте, что каждый труд имеет как бы время прошедшее, а на время будущее мы вам будем делать маленькие подсказочки, как дальше идти, чтобы добиться совершенствования уже в написании своих личных работ. Вот поэтому слушайте нас и продолжайте присылать нам фотографии своих работ. Оно очень нас вдохновляет и как бы мы понимаем, что мы недаром трудимся. Сегодня у нас продолжение изучения тех старых мастеров, которые помогут нам двигаться дальше в направлении, возможно, нам неизвестным. Но знания эти про мастеров, которые нам нравятся, они нас обогатят какими-то знаниями, которые мы не подозреваем, что можно ими пользоваться. То есть, допустим, вы учитесь у нас, Владимиром, а мы вместе с вами учимся у старых мастеров, которые предпочтительно, мы понимаем, что они обладают тайными знаниями, которые помогут нам расшириться, узнать мир получше и показать этот мир на своих работах. Вот я выставила вот эту работку, ну, простой натюрморт, который был написан под впечатлением от работ Эндрю Уайта. Давайте напомним, кто такой Эндрю Уайт. Это американский художник, который ушел из жизни в 2007 году, но прожил жизнь не зря, потому что он запечатлел то место Пенсильвании, которое он прожил там все время в одном месте. Он особо никуда не выезжал, но он это место как бы возвел на такой пьедестал эстетики, который, ну, вдохновляет очень многих коллекционеров. Его работы расхватывают моментально, даже при жизни он не успевал делать работы, потому что коллекционеры стояли в очереди, а сейчас и тем более, если те работы, которые не выкупили музеи, купил кто-то из коллекционеров, то, конечно, они с каждым днем все более и более набирают цену. Почему? Ведь у него работы такие спокойные, не сильно расцвеченные, монохромные, как вам сказать, такие для себя сделанные. Ну, давайте понимать, почему. И вот смотрите, я специально этот стул вынесла, он нам сегодня, возможно, попозирует, мы будем пробовать делать работы, как Эндрю Уайт это делал. И вот этот стул, возможно, был бы у него в его деревянном доме, который он превознес так, как будто бы это самое лучшее место на земле, вот так скажем. И вот я сейчас вам буду немножко показывать работы Эндрю Уайт, и мы потихонечку будем с вами заходить на территорию его мышления, вот. И, конечно же, напишем постулаты, конечно же, напишем с вами прекрасную работу, которая похожа на Эндрю Уайта, но, конечно, сделанная нами. И давайте вот мы посмотрим, как он действовал. Смотрите, вот как он действует. Монохромность, чуть-чуть выше, да, я, наверное, начну. Монохромность его работ заменяется осознанностью, дотрагиваемостью до холста. То есть, чтобы показать вот эту вот белую хатку, забрызганную грязью, или это солнечный луч, ну, это зимка, да, какая-то, чтобы это показать, он превратился в эту грязь. Он превратился вот в эти вот росточки зимних растений, которые выживают за зиму, так. И он знает, что это его жилище. И каждый день это жилище превращается чуть-чуть в другое. Это его арт-объект, который его вдохновляет. И вот смотрите, он очень часто рисовал людей, которые его окружают, вот в этом его поселении в Пенсильвании. Вот этот афроамериканец, да, такой мужчина, который помогал ему по хозяйству там. И он его воспринимает как тоже неотъемлемую часть этого жилища. И посмотрите, какое спокойное нажатие. Я думаю, что он писал темперой, сухой кистью. Я так думаю, потому что я живьем не видала его работы, хотя можно поехать, конечно, в Америку, и там живьем увидеть в Национальной галерее целые залы его работ. И, конечно же, он был особенно сильный охотник за солнечным пятном. Помните, мы с вами изучали, как солнечное пятно писать? Ну, мы изучали по-рембрандтовски его в первом блоке. Помните, когда мы старых мастеров изучали в первом блоке? Нельзя сказать, что Эндрю – это сильно старый мастер. Но он подхватил эти знания, допустим, у Тициана, у Римбратта, да, как делать солнце для того, чтобы оно не казалось просто краской, да, а чтобы действительно светилось изнутри. Так это очень легко делается, заявил Эндрю Уайт в своих работах. Просто солнце холодное, светлое, а окружение теплое, темное. Он вот так заявил и так это и делал. И, конечно, у него эти окна постоянно отпечатываются в солнечном пятне. И вот такие вот спокойные работки он делал. Знаете, такие я их называю отдыхательские работы на один сеанс. Кусочек подоконника. И мы об этом кусочке, смотря на этот кусочек, можем рассказать о жизни людей, которые там находятся в этом домике, да, как они запасаются на зиму, да, там, как они ведут аскетичный образ жизни, как они сотрудничают с природой, как они уважают природу. Ну, так же, как свой организм, так, аскеты, которым достаточно малого, вот так скажем. И, конечно, его называли, знаете, как его называли, сейчас я вам прочитаю, его называли рисующий ветер. Вот он мог сделать так, что в спокойном интерьере его поместья, да, вот этой комнаты, занавески разлетаются, как будто бы их только что дунул ветер. Как он мог это делать? Я думаю, что, опять же, особой осознанностью и уважению к внутреннему пространству, так же, как и к внешнему пространству. Он постоянно делал территорию. И вот смотрите, вот это спокойствие, умиротворение вот этого загородного дома, в котором он жил со своей семьей и со своей прислугой, со своей женой, которая ему постоянно позировала, и она сейчас еще жива, эта женщина. У нее брали интервью, BBC брала интервью у этой женщины, как она могла быть поддержкой Эндрю всю жизнь и позировала ему. И это тихой тенью она была, Эндрю Уайта. Ее особо никто не знал, но зато на картинах его, ну, кто еще мог делать вот такие обнаженки, да? Посмотрите, откровенные, она постоянно ему позировала. Рыженькая, с двумя косичками, и она выстраивала свою фигуру так, в обнаженке, что она была монументальной, архитектурной и незыблемой. И точно такие, значит, никаких других он не придумывал идей, да, по поводу других женских тел. Он постоянно ее рисовал в различных позах и в различных, ну, как вам сказать, засыпаниях, просыпаниях, позированиях возле окна. Сейчас я вам покажу одно такое позирование возле окна. А вот, посмотрите, в движении он ее зафиксировал, когда она одевает ночную рубашку или снимает ее. Вот он рисующий ветер, да? Движение это наверху руки снимают летящую шелковую ночную рубашку. И солнечное пятно тут как тут, да? И сейчас я вам дальше еще покажу ее образы. Но они могут быть сравнимы только с эстетикой вот этого вот солнечного пятна, за который он держался как за спасительную веревочку этой эстетики. То есть он говорил так, я знаю, что эта земля кормит нас, я знаю, что эта земля обогревает нас, и я знаю, что это солнце охраняет нас на этой земле, чтобы все цвело, расцветало и кормило нас, да? И посмотрите, сиреневые тени, а все остальное чистый холст. Это солнечное пятно. То есть еще раз себе говорим, и сейчас в постулат и запишем. Давайте сразу запишем этот постулат. Сейчас возьмем себе. Я буду записывать. Хотите, записывайте со мной. Хотите, потом просто Паша вам пришлет эти постулаты, и вот мы пишем, да? Первый постулат пишем. Солнечное пятно пятно держится или окружается, то есть держится на окружаемой краске, да? Солнечное пятно держится. То есть солнечное пятно может быть просто чистым холстом, да? Но если вы вокруг не сделаете тех красок, которые предлагает Эндрю Уайт, держится на окружении. Так, и мы пишем Эндрю Уайт. И вот так, по-моему, он пишется. Эндрю Уайт. Постулаты. Мастером какого-то мгновения, чтобы день не ушел в забытое. Почему мы всегда боимся, что наша жизнь пролетит моментально, и мы ее даже не заметим? И к старости мы пришли, и оглядываемся назад, а там как один день прожит, что ли. Очень быстро. Потому что мы не ставили себе композиционных таких вех каждого дня. А он делал это. Вдруг он заметил, что на какой-то табуреточке стоит какой-то макетик его архитектурной такой вот игрушки. Вот он, допустим, делал по пьемаше какой-то архитектуры. Так? Он заметил, что это очень хорошо с солнечным пятном, который и на стене, и на полу. И вот посмотрите, какой композиционный ход. Если бы убрать вот эти два прямоугольника пятна интерьерного, то он бы не работал. А вот эти два прямоугольника пятна, конечно, он посмотрел у Леонардо. Помните, Леонардо всегда рядом со своими Мадоннами обязательно укреплял кусочком интерьера, пятнами окон, которые показывали пейзаж. То же самое Эндрю Уайт сделал. И вот посмотрите, как он просто обычный, как у нас называется, такой коридорчик, там, где швабры стоят, утварь домашняя. Он просто превратил в какой-то такой композиционный ход, который ему понравился, где есть цветовое пятно, где есть солнечное пятно, и где есть графика вот этих маленьких предметиков, здесь и сейчас. Больше такого открытия двери не будет, больше такой покраски двери не будет, ее перекрасят в другой цвет. То есть мы его еще и назовем, что он умел останавливать мгновение одного дня. Пишем? Пишем. Мгновение. В кавычках пишем одного дня или даже одного часа. Давайте одного дня. Этот день драгоценен, да? Вот, мгновение одного дня. Вдруг он заметил что-то, что на следующий день уже не будет, как сказать, важно. И он это взял, схватил сразу в свою картину. Давайте сейчас я вам покажу еще работу. Дальше, возьми. Которую мы с Володей в четыре руки сделали по поводу, на волоске называется работа, по поводу вдохновения от работ Эндрю Уайта. Вы знаете, что такое вдохновение, да? Это один человек что-то начал делать, а остальные люди как бы присоединились к нему вот в этот столб вот этого вдохновения. Вдохнули, да? Вдохнул он и в других людей, как сказать, желание что-то сделать красивое. И вот что мы сделали? Мы сделали, нам достался вот этот столик Кастанди когда-то. Кстати, в мастерской музея, там вот внизу, в подвале, нам продали этот столик Кастанди, который у него был в мастерской. И мы на этот столик поломаны. Мы прицепили наш натюрмортный фонд. Если вы помните, у нас с Вовой очень большой натюрмортный фонд. Вот он, столик. Вот, и, кстати, и желаем вам тоже. Да, вот он уже починенный, этот столик. Ну, поверьте, когда он не был починенный и покрашенный, он больше рассказал о своем хозяине, чем сейчас. Вот. И вот он такой был, знаете, арт-объект стопроцентный. Мы схватили то, что у нас было в мастерской, какие-то железные предметики, подсвечники, такие железные рюмки схватили и повесили их на канаты. То есть мы создали вот такой арт-объектик, который мог существовать только в нашей мастерской. Обязательно мы сделали кусочек интерьера, стена, пол. У пола какие-то доски, из которых гвозди выглядывают, да, вот эта мастерская художника. Пошкрябанные стены, да, побитые штукатурки, какие-то записочки висят, да, постулаты там какие-то висят. Обязательно у нас всегда висят какие-то сухие букеты. Вот этот дикий виноград мы всегда собираем, он нам помощник зимой. Он может быть участником любого вашего натюрморта. И вот эти ягодки, они зимуют в мастерской, и они могут падать на ваш натюрморт и создавать какие-то, ну, цветные, такие кучи, допустим, живого, чего-то живого, что присутствует. Сухие букеты, это живое тоже. Ими зимними вечерами в Пенсильвании делать. Он понимал, что вот такого снега больше не будет, да, вот такой поверхности больше не будет, вот такого вот открытия, вот этого вот двора, вот этими воротами уже больше не будет, и такого неба. Вот. И потом он переходил, знаете, на весну, когда день сурка, что ли, когда заканчивался хлеб, то есть эта семья была на выживании, да, допустим, в середине 20 века он жил, так, и вот заканчивался, все продукты заканчивались, а новые еще не вырастали, да, и люди голодные были, да, это где-то было март месяц, еще ничего не выросло, а уже все, с того года закончились все запасы, ну, день какой-то назывался у них, и эта работа также называется, и сурка, что ли. Вот зимка какая-то, как вы думаете, ради чего? С натуры он сделал вот эту зимку, да, ради зимнего солнца, посмотрите, вот оно, это зимнее солнце, а это просто почти белый холст, немножко с белилами, но чем он держится, да, вот этой синей тенью от изгороди, он ради вот этой синей тени начал это все делать, так, вот кусочек, он был эстеп незавершенности, посмотрите, кусочек вот такого вот дома своего, крытого солома или сарая какого-то, он сделал, да, и ничего лишнего, кроме о том, что он хотел сказать, что в этом доме, допустим, зимует там скот, там, ну, коровы там, вот, зимуют, что это хлев, да, вот его знаменитая обнаженка, когда отвернутая женщина спит и не знает, что ее рисуют, и вот эти низкие потолки, там, где была их спальня, и вот мы по поводу этой работы, если вы помните, сделали и свою работку, сейчас, сейчас я про нее расскажу, про эту работу, посмотрите, как он знал голландский принцип, что рядом с самым светлым светом должна быть самая темная территория фона, он это использовал, то есть, делаем вывод, что он знал законы старых мастеров, он не просто так, знаете, вот, брал и рисовал все, что он видел, да, он обязательно делал то, что положено, тени, собственные и падающие, одно пятно, рядом со светом, темнота, это правило он знал, все остальное он попускал на додумывание, и, конечно же, он был мастером, сейчас я вам скажу, нажатия кисти, я думаю, что он вот этой темперой, темперой, это водяная краска, что он этой темперой писал сухой кистью, он даже в воду не залазил кистью, вот возьмем кисть, да, он даже в воду ее не засовывал, а только в темперу, и еле-еле дотрагиваясь, он вот так вот двигался в том направлении, в котором, чтобы он хотел, чтобы мы думали, как двигается кисть в разных направлениях, он был мастером ткани, живописной ткани, давайте запишем это, мастер живописной ткани, мы потом будем разбирать, что такое живописная ткань, вот, ну в масле, в масле, а он делал темперам, пишем темперой, мастер живописной ткани, мастер, давайте напишем разнообразной живописной ткани, мастер, разно, разной, живописной, ткани, все, что, допустим, мы, кто-то больше любит Рембрандта, а кто-то больше любит узла трека, а кто-то больше любит Леонардо да Винчи, вы тогда нажатие на того мастера больше делаете, и больше объявляете его своим учителям. Я бы, кстати, можно перевью, для всех, кто нас смотрит, и поддерживает, обязательно в комментариях под этим видео, пишите своих любимых художников, и кого вы бы хотели, предпочтения, да, ваши предпочтения, кого бы вы хотели, чтобы мы разобрали, проанализировали, мы их включим обязательно в следующие разборы, вот, поэтому ставьте лайки, и в комментариях пишите своих любимых мастеров. Да, это очень хорошо, и я вас всех призываю к тому, к чему я призвала своих, вот, любимых студентов, которые находятся со мной рядом, вот Танечка Богомолкина пришла, я всегда призываю действовать вместе, если вы будете действовать с нами вместе, в одной группе, то вы же понимаете, что один ум хорошо, а много умов лучше. И вот сегодня то, что мы с вами будем делать, посмотрите, я вам показываю интерьеры, опять же, зимними долгими вечерами, или холодный ветер осенний дует, не выйдешь на улицу, он делал интерьеры, и он обязательно смотрел, чтобы этот интерьер был уютным для того человека, который здесь живет, и минимальным, он никогда, допустим, не заставлял интерьер теми вещами, которые не нужны, этому человеку, да, и он постоянно показывал, что внешняя территория светится из окон, и мы сегодня тоже с вами это будем изучать, вот пример, пожалуйста, я забыла, как его жену зовут, найдем, как ее зовут, она живая, и у нее, ну, как, есть что вспомнить, посмотрите, как он ее посадил возле этого окна, открытого, и она сидела, четко ему позировала, и посмотрите, никто никогда не делал, и старых мастеров, никто никогда не делал женский обнаженный образ, на котором отпечатано окно, а он сделал это, причем не сломав пластику женского тела, да, вот эту красоту этого женского тела, не сломав ее, вот этими оконными перегородками, а наоборот, чуть-чуть превратив эту работу, как бы в современную живопись, вы же знаете, да, что современная живопись предполагает различные ошибки, выстраивать как свои достоинства, да, даже не умение рисовать и писать, да, а просто выкидывать краску, выставляют как достоинство, и вот здесь, вроде как зачерпнул, да, он ее бедра, да, зачерпнул вот этими переплетами, а это оказалось даже очень интересно, композиционно, и как бы сказать, как бы интерес такой, как это на женщине отпечаталась, вот эта вот оконная перегородочка, очень красивая работа, и спокойная, и можно ее долго разглядывать, вот если бы мы такую цель поставили себе, ну, скорее всего, и поставим в Грибовке, когда нам будут позировать женщины, в естественном освещении, нам очень не хватает естественного освещения, поэтому сейчас, когда едем в Грибовку на все лето, у нас будет очень важно зацепить, вот смотрите, как мальчика он взял, в естественном освещении, сидящем на лугу, и травы, травы, написаны вот этой сухой кистью, то, что я вам говорила, он просто вот или прошкрябывал, или просто тоненькой кисточкой делал каждую травинку, я не знаю, как он делал, но попробуем тоже сделать такие возможные, как вам, возможные разнообразия живописной ткани, джинсы он писал так, что мы верим, что можно потрогать, что это джинсы, и сухая трава, верим, и шапочка из лисы, верим, потому что, да не знаю, как он делал, но он делал другой краской, он делал водяной краской, это не масляная краска, темпера, которая разнообразная, ну, как наша гуашь, только наша гуашь имеет мало цветов, а темпера имеет столько же цветов разнообразий, как и масляная краска. Смешанная авторская техника. Да, я думаю, что можно ее даже назвать графической, но хочется верить, что это все-таки живопись. Вы же знаете, что живопись, это только масляная краска. Он превратил темперу в живопись. Вот тоже обнаженка, негритянка, да, лежит у него, и он ее положил у себя, вот, на каком-то таком плоском, да, на плоской лежаночке, как арт-объект. Он даже не персонифицировал ее, да, вот мы не можем о ней сильно рассказать что-то, но мы можем рассказать о той ситуации, которая происходит, да, допустим, отдых служанки. А служанки были, конечно, темненькие у него там, ну, и помощники по негрой были, так. Вот, смотрите, территория домиков подсобного хозяйства. Его, да, допустим, есть большой дом, там, где живут хозяева, да, ну, то есть, сами вот, семья вот Эндрю Уайта, и есть такие построечки, там, где жили помощники, там, кто сад ему помогал, да, воздвигать, кто помогал, там, по дереву что-то делать, кто ухаживал за животными, у него были там люди рядом, нельзя сказать, что это слуги, да, но, все-таки, помощники по хозяйству, так скажем. Посмотрите, какая эстетика и спокойствие, и тут же маленькие цветовые пятна, чтобы можно было сказать, что это вход туда, вход, вход, да, не все монохромно, а вот, смотрите, какая монохромная у него, его жена лежит, видно, что это раннее утро, вон оно начинается, раннее утро, которое только зацепило ее, ну, абрис, как помните, на заре ты ее не буди, он не хотел ее будить, пусть поспит, но он ее раз и схватил, а мы с вами по этой работе, помните, что сделали на Новый год, да, мы нарисовали работу обиженный заяц, и тоже взяли и нарисовали своих внуков, детей, которые спят в такой же комнатке, вот мы попытались учиться, если вы помните, у Эндрю Уайта, и Танечка нарисовала хорошую свою дочечку, а я нарисовала своего внука Платона, который вот типа еще не успел снять эту карнавальную одеждочку, а его уже под утро выгоняют, типа, хватит справлять с нами Новый год, иди спать, ложись, и он обиженный, с этим зайкой, и в этой карнавальной одежде, полуукрытый, полураздетый, заснул, а уже на улице начинается солнечное движение в сторону этого интерьера, в котором находится человек, мы с вами тоже попытаемся сегодня такое сделать, вот, и еще одно у нас было с вами движение, сейчас вам покажу следующее движение, так, давайте, знаете, что еще постулаты напишем, мастер монохрома, вниз, все, не надо добавлять цвета туда, где уже все состоялось, вот так скажем, и вот наша еще такая работка, помните, мы тоже по Эндрю Вайту перед Новым годом делали серию работок, и назвали эту работку зимняя комната, тоже взяли его правила, синяя дверь, дверь напротив окна, какой-то там интерьерчик, допустим, такой незажженный очаг, и сидит в кресле уставшая девушка, типа, в снегурочкиной одежде, которая не успела вот эти вот раздать подарки, может, у меня все время рука чешется, типа, дай-ка я закончу эту работу, и здесь сделаю много подарков ярких, а вы знаете это, да, мы с Вовой называем, бьем себя по рукам, да, не пишем того, что сломает всю ситуацию тонкой эстетики Эндрю Уайта, не делаем ничего яркого, ничего бравурного и ничего мажорного, потому что этого уже достаточно, вот он, монохром наш, и, конечно же, вот эта работка, несмотря на там, возможные какие-то ошибки, здесь полно ошибок, да, может быть, но на нее приятно смотреть, потому что здесь есть что домыслить, у него обязательно есть территория домысливания, пишем, пишем, пятая, территория домысливания, он оставляет людям возможность домыслить эту работу, и вот какая-то птичка, да, зимовала, которая крыло было сломано, она, видно, жила у него там, любой другой человек мимо этого всего пройдет, допустим, с кухни в ванну, а он не прошел, он остановился, запечатлел, и все это навечно будет штампом этого дня, вы понимаете, что он вынимал из дня самые приятные такие эстетские кусочки своего проживания, и выстремился где-то на другой стороне света найти эстетику, когда эта эстетика у него рядом, собак очень любил своих, вот они у него, они, как он сказать, члены семьи, да, и тоже для них есть жилье, и для них есть еда, и для них есть его ласка, посмотрите, он их запускал и к себе в постельку, да, собачки, лайки какие-то, или кто-то там еще у них в Пенсильвании эти собаки водятся, которые умнейшие, и которые любят хозяина безоговорочно, солнечное пятно и собака лежит на кровати, так, вот мы сегодня возьмем эту, наверное, собачку, немножко процитируем, а может быть и не будем цитировать, на всякий случай я вот спечатала эту собачку, его собачку, которая лежит там, и, и все, вот дальше мы сейчас с вами начнем, вот я немножко стульев этих взяла на всякий случай, и смотрите, кто успел спечатать от этого от этого